Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире программа «Диалог» и ее ведущий Сергей Гормин. Я напомню, что «Диалог» – это работа в прямом эфире, и, прежде всего, это желание нашего ведущего и гостей программы, чтобы вы вступили с нами в «Диалог». Ну, прежде всего, конечно же, с гостями студии. Как всегда, для этой цели у нас будет работать телефон номер его прежний – 679767. Кроме этого, напомню, что выбор наших, тем наших программ всегда, ну или во всяком случае во многом, зависит от вас. Мы бы хотели, чтобы это было именно так, поэтому звоните, пишите на сайте Новгородского областного телевидения, предлагайте свои темы новых программ «Диалог». Ну, а сегодня в нашей студии директор Новгородского областного дома народного творчества Алифтина Помельникова. Алифтина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно мы вас пригласили, потому что много событий произошло с участием и при непосредственном, так сказать, организаторской роли вашего учреждения. Поэтому хотели поговорить о том, что, во-первых, только что было, что это значило для вас, для Новгорода, для области Новгородской, ну и, конечно же, немножко заглянуть в будущее. Ну и прежде всего, хотелось бы спросить вас о том, что вот только что завершился первый областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы». Вот что это было такое, еще раз немножко сказать. Об этом говорили много, но вот для вас что это было и как теперь это регулярно будет проводиться? Понятно, спасибо. В декабре 2015 года была принята государственная программа Новгородской области «Граммонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области» до 2018 года. Конечно, вот в этой программе поставлены глобальные задачи, глобальные цели. Это прежде всего укрепление единства российской нации, это этнокультурное развитие народности, которое проживает на территории Новгородской области. Вот мы являемся соисполнителями этой программы, и мы подали такое предложение, когда решили провести вот такой фестиваль, областной фестиваль национальной культуры «Территория дружбы». Это предложение было принято и вошло в программу. Понятно, что вот на нашей территории, в Новгородской области проживает 95% русского населения и еще 138 различных национальностей. Поэтому, когда мы задумывали этот фестиваль, то, наверное, самая главная, самая основная цель этого фестиваля – это было показать сохранение и развитие исконно русской национальной культуры, которая основана на богатейших традициях нашей древней новгородской земли. Фестиваль у нас в статусе областного – это первый, действительно, потому что я знаю, что и Демянский, и Солецкий, и Старорусский, и многие другие районы уже имеют такие национальные фестивали. И поэтому он проходил несколько туров, и вот последний, заключительный этап этого фестиваля как раз и прошел 12 ноября в областной филармонии в городе Великий Новгород. Состоялся гала-концерт коллективов исполнителей, которые к нам приехали, и выставка прикладного творчества. Вы знаете, мы, конечно, получили огромный спектр, скажем так, различных номеров, которые показывают и знакомят нас с национальной культурой тех народностей, которые проживают у нас на территории Новгородской области. Понятно, что во главу угла мы, конечно, поставили наши русские национальные традиции и прекрасное их представление. Несколько коллективов. Один из них – это коллектив-ансамбль «Наша Круговина» из города Великий Новгород. Но в то же время понятно, что звучали песни на разных языках. И это понятно, что русский язык, это чеченский язык, армянский язык, украинский язык и вепский язык. Вот такую оригинальную, очень неожиданную песню на вепском языке мы получили от исполнительницы из Демянского района, Кневицкий сельский дом культуры. Когда мы стали выяснять, кто же, скажем так, каким образом вепский язык, в демянский район, оказалось, что сестра эта исполнительница до сих пор проживает на территории бытования, где сейчас живут вепсы. А это три территории. Это часть Ленинградской области, Карелии, Вологодская область. И вот сестра живет там, она является исполнительницей вепском коллективе. Такую песню подарила своей сестре. Конечно, было очень-очень интересно послушать. Мы посмотрели и национальные танцы, мы посмотрели прекрасных исполнителей из Чудовского района. На армянском языке просто чудесно Анна Голстян исполнила две песни в нашем концерте. Вы знаете, мы специально взяли вот такой очень хороший зал, областную филармонию, потому что видеоряд, который мы задумывали с режиссером в этом галоконцерте, нам очень казалось, что он поддержит и как раз красует, раскроет красоты, скажем, тех мест, национальностей, которых проживает у нас на территории Новгородской области. На мой взгляд, получился удивительно просто очень теплый покрасочный кусочек концерта, где как раз Анна Голстян пела. Это храмы, это монастыри Армении. И вы знаете, концерт получился таким ярким, очень теплым, очень добрым. Вызвало это интерес у новгородцев? Да, зал был достаточно заполнен. Мы, конечно, очень переживали, вот как отнесутся новгородцы. Все-таки первый фестиваль не так понятен, скажем, может быть, некоторым из них. Не понимали, что там может быть. Вызвало интерес и был, скажем, был народ на нашем концерте. Мы этим очень довольны. А не собираетесь вы теперь вот это провести по области? Я всегда этот вопрос задаю, потому что мне всегда как-то обидно несколько, что вот в Новгороде пройдет концерт один раз, и на этом вроде как бы все и закончилось. А ведь было бы здорово, если бы вот эту программу показать и в районных центрах, например. Ну, я говорила, что в наших районных центрах, в учреждениях культуры муниципальных районов уже существуют такие фестивали. Но вот я хочу остановиться, мне кажется, это как раз касается вашего вопроса, что все-таки вот национальная культура, это не только национальный язык, о котором я говорю, это не только национальный костюм, национальная кухня, народное ремесло, но это прежде всего сам человек вот с его духовным миром. И вот тут-то мы как раз и получили от жителей, от простых семей из муниципальных районов, мы получили экспонату на выставку прикладного творчества, которая тоже состоялась, как, скажем, итоговая областная выставка в областной филармонии, потому что там были очень много экспонатов, которые сейчас находятся в частных коллекциях. Огромное спасибо жителям Солецкого района, Старорусского района, некоторым общинам из Великого Новгорода. Вот благодаря этому состоялся очень замечательный кусочек в этой выставке. Мы показали национальную еду, хлеб, в частности, был представлен, национальную посуду и национальные костюмы. Но вот рамки выставки не позволяли очень много развернуть, скажем нам так, эту выставку, но тем не менее и казачья справа у нас была, и украинский костюм, у нас был русский национальный костюм из частной коллекции, у нас был узбекский национальный костюм, и женский, и мужской у нас тоже был. Вот огромное спасибо. Это жители нашей Новгородской области, которые таким образом поучаствовали. Я понимаю, что филармония, она не является выставочным залом, безусловно, и могут быть вот такие совсем уж коротенького по времени выставки, да, вот как то, о чем вы говорите. Но почему не показать это, например, в том же музее, на выставочных площадях, правильнее сказать, Дома народного творчества? Ну, знаете, мне кажется, вот у этого фестиваля география расширяется, может быть, еще даже обширнее, чем вот сейчас вот этот первый фестиваль, потому что приняло участие чуть больше половины муниципальных районов. Мы очень надеемся, что если все-таки этот фестиваль в государственной программе он запланирован на 2017 год, если он все-таки состоится, то мы получим еще больше исполнителей, еще больше предметов, экспонатов, нашу экспозицию. Вы знаете, прежде всего, мне кажется, есть вот этот потенциал, потому что мы очень ждали исполнительницу из Валдая, которая должна была спеть песню на табасаранском языке, это язык, который коренной язык Дагестана. Услышал это в новостях, я даже как бы несколько так опешил, потому что я предполагал, что есть еще вот люди, которые говорят, Дагестана, причем этот язык, который внесен в книгу рекордов Гинсона и наряду с эскимосским языком, наряду с китайским, с языком хайда, вы знаете, поэтому очень ждали. Но вот у них что-то не сложилось, думаем, что на следующий фестиваль мы ее, конечно, обязательно увидим. Ну, не знаю, мы подумаем, вы знаете, это, наверное, как бы вот мы решили в этом году попробовать вот таким образом. Это положение будет развиваться, это самое главное. Ну, если 138 национальностей проживают на территории Новгородской области, то, соответственно, и на территории Новгородской области. Прекрасная вообще была, замечательная коллекция, которую мы выставляли, которую мы показывали. Но я надеюсь, что... Ну, и опять же, которая была бы... Конечно. Очень бы с месту на протяжении нескольких недель хотя бы, да? Да, мы договорились с Домом Дружбы Ленинградской области, что мы продолжим наше сотрудничество. Сейчас мы обговорим один из концертов в ближайшее время. И очень надеемся, что вот наши связи эти останутся, и мы будем их только развивать. Тем более, что вот на этот концерт, гала-концерт, ленинградская делегация привезла нам и коллектив, например, Узбекский караван, который является лауреатом премии «Голос России». Они привезли нам Мариинский коллектив, они привезли к нам исполнителей еще на национальных инструментах. В общем-то, поддержала нас Ленинградская область. И я вот очень надеюсь на эту дружбу и надеемся, что вот наше творчество, оно будет в плане связано с сохранением национальной культуры, народности, которая у нас проживает. Ну и в первую очередь русских, конечно, будет продолжать и сохраняться. Хорошо. Спасибо. Мы продолжим буквально нашу беседу через несколько секунд. Звоните. У нас в гостях, напомню, директор Новгородского областного дома народного творчества Алексеевна Помельникова. Мы продолжаем нашу программу. Ну, я знаю, что незадолго до этого прошла очередная, можно так сказать, ежегодная, не ежегодная, она раз в два года, да, проходит, по-моему, хоровая ассамблея детская. Вот это довольно давно начато было и проходило в свое время с очень большим таким размахом, но и сейчас, как я понимаю, тоже съезжается немало количества хоровых коллективов, детских хоровых коллективов, фольклорных именно, да. И это тоже очень здорово. Немножко вот о ассамблее этого года, скажите. Российская детская фольклорная ассамблея проводится по инициативе Министерства культуры Российской Федерации, Государственного российского дома народного творчества, поддерживается в департаментах культуры и туризма Новгородской области, поддерживается Новгородским областным домом народного творчества. В этом году она прошла уже восьмая ассамблея. Мы всегда получаем где-то более ста участников с очень многих регионов Российской Федерации. И в этом году к нам приехало 9 коллективов. Наверное, самый дальний, отдаленный коллектив приехал к нам из Красноярского края, из Минусинска, там была погода очень холодная. Мы получили коллектив, к нам приехал коллектив из Московской области, из Саратова, из Удмурдии коллектив, Марийский коллектив, из Карелии коллектив. В общем-то, спектр фольклора был очень такой разнообразный. У нас работала замечательно прекрасная жюри, уже много лет подряд она работает. Председателем жюри у нас является Тамара Алексеевна Седько. Сейчас это руководитель двух коллективов взрослого и детского областного центра в Калуге. Это лауреат премии «Душа России» в 2016 году. От нашей области Ольга Сергеевна Бердяева была доктор филологических наук. Наш государственный университет. Ленинградскую школу фольклора представляла Инга Владимировна Королькова. Это Санкт-Петербургская консерватория, кандидат. В общем-то, так достаточно жюри, достаточно профессиональное. Раз это жюри, то это некое соревнование присутствует. Да, это конкурс. Поэтому скажите немножко о победителях, кто и как наши коллективы, которые были там, безусловно, как они себя проявили. Вы знаете, мы очень рады, потому что в этом году наш Новгородской области представлял коллектив «Задоринки» Новгородской области, деревня Барки, руководители Елена Николаевна Соколовская. Они получили диплом лауреата второй степени. Это очень высокая оценка. Коллектив до этого выступал уже на Российской детской фольклорной ассамблее, и они где-то там в том отдалении получили просто диплом участника. А сейчас диплом лауреата, ну это считайте, если только диплом лауреата первой степени, уже сразу второго. Поэтому это очень высокая оценка нашего коллектива. Конечно, мы в первую очередь поздравляем и Елену Николаевну, и ее ребятишек, мальчишек, которые, ну так скажем, показали замечательный, очень прекрасный номер. Тем более, что они работали на новгородском материале. Для нас это, безусловно, особенно важно. Наша ассамблея проходила в новгородском лектории. Там очень прекрасный звук, замечательная акустика. Там они, по-моему, всегда проходят. Да, очень часто, скажем так, очень часто, да. А для исполнительной, для детей, это, конечно, очень важно, чтобы была очень хорошая акустика. Зал был полный, мы были очень этому рады. И, конечно, очень надеемся, что вот от голоса тех зрителей, которые пришли к нам на Российскую детскую ассамблею, те, кто любит фольклор, они, конечно, остались очень и очень довольны. Ну и вообще, мне кажется, это же такое довольно крупное событие в такой вот хоровой жизни, фольклорной хоровой жизни вообще России. Да, безусловно, конечно. Это же не как бы наше местное такое мероприятие, это действительно как бы общая Россия, которая проходит к счастью для нас. И спасибо всем тем, кто принимает участие в организации этого дела именно на новгородской земле. Это очень здорово. Но я знаю, что новгородский Дом народного творчества, он же очень много уделяет вообще внимания детям, подрастающему поколению, как говорят, да, значит, таким канцелярским несколько языком. Но все-таки, что сейчас, какие-то программы есть, может, что-то новое в этом году, в этом сезоне вот появляется, куда могли бы наши зрители, в том числе, привезти своих детей, своих детей, внуков? Ну, знаете, мы всегда приглашаем музейно-выставочный центр Новгородского областного Дома народного творчества. И вот сейчас, буквально 19 ноября, откроется выставка «Околовка. Территория творчества». Там будут представлены мастера декоративно-прикладного творчества Околовского района. А 26-го у нас будет открываться выставка, посвященная 30-летию студии лаковой миниатюры городского дворца и культуры город. Вот. Поэтому две таких, я думаю, что интересных, замечательных выставки, пожалуйста, приходите с детьми, можете посмотреть. А так, конечно, мы с детьми работаем очень много и очень долго, ведь у нас почти 20 лет уже работает программа по праздникам народного календаря и по ремесленной культуре. И вот те, кто, ребятишки, которые ходят в детские сады, начальные классы школ, они постоянные просто посетители у нас. Программы идут в течение всего года целого. И мы уже в августе имеем полностью, скажем так, обозначенный круг мероприятий на следующий год. Вот в августе, скажем, 16-го года мы сейчас уже полностью понимаем, что мы будем иметь дальше. Поэтому, да, мы работаем много, фестиваль за фестивалем. Вообще, эта осень была очень богата на фестивали, ведь у нас еще, скажем, даже до российской детской фольклорной ассаблеи прошел еще один фестиваль, еще один конкурс. Это конкурс народного творчества «Живая вода». Мы очень редко собираем вот так на сценической площадке фольклорные коллективы, игровые коллективы и театральные коллективы, именно на сценической площадке. Потому что для игровых коллективов летом есть замечательные мероприятия. Межрегиональный фестиваль народной игровой культуры игры «Люди» на Рославном дворище «Играем, пляшем, поем». А вот сценическая площадка – это какой-то, скажем, другой спрос уже с коллектива, фольклорного или игрового. И вот с удовольствием в Старой Руси прошел галоконцерт, мы получили очень много интересных игровых, фольклорных программ, были новгородские сказки, были какие-то потешки, были мини-спектакли, мини-фрагменты, связанные, скажем так, на каких-то народных быличках, на новгородских народных быличках. Поэтому вот такой срез наших фестивалей осенью показывает, что наша область очень богата на творческие коллективы, на творческие таланты, они очень разнообразны. Ну а сейчас уже вот со следующих выходных у нас начинается еще один фестиваль, это областной фестиваль людей с ограниченными возможностями, сейчас пойдут зональные туры. В эти выходные мы уезжаем в Боровичи и Стару Русу, а в следующие выходные мы будем в Барках и в Великом Новгороде. А 10 декабря в городском центре культуры, в городе, в общем, во дворце культуры город, у нас состоится галоконцерт 10 декабря. Но это фестиваль, который что предполагает? Какое именно творчество? Что это? Пение, художественное слово, какие-то ремесленные поделки? Там тоже две составляющие. Это галоконцерт исполнителей, то есть там будут петь, это безусловно, и исполнители одиночные, и творческие коллективы. И, конечно, всегда это обязательно выставка прикладного творчества людей с ограниченными возможностями, потому что очень много рисуют, очень много вяжут, очень много занимаются и керамикой, и обработкой дерева. То есть мы тоже имеем весь средств видов прикладного творчества и вот на этой выставке. Так что приходите, это тоже очень интересно, это очень трепетно, очень тепло. Кстати, раз вы заговорили о художественном творчестве, я вспоминаю, что в свое время у вас очень часто проходили художественные выставки самобытных художников, самодеятельных художников, самобытных художников Новгородской области. Сейчас эта традиция как-то ушла немного, меньше их стало, может быть, просто, или вы всех уже показали. Вы, наверное, очень любите художников, потому что на всех наших эфирах вы мне задаете вопрос про художников, конечно. Я просто помню, да, и мы все время снимали. Конечно, конечно, мы постоянно работаем, работаем очень давно. Я уже даже не представляю, сколько лет, сколько существует, наверное, Дом творчества, столько мы работаем самобытными художниками. Два раза в год у нас проходят пленеры, а потом после пленеров у нас проходят выставки, то есть мы обязательно выставляем работы. И художники у нас уезжают в наши районы, то они там в Крестцах, где-то, то они в Маловиш или то они в Волотовском районе. Они очень любят нашу новгородскую природу и привозят прекрасные этюды уже и картины. И всегда очень тепло происходит открытие этой выставки, потому что туда приходят даже все эти художники самобытные, у которых не получилось приехать, скажем так, на пленер в район, но они поддерживают своих коллег, всегда говорят очень добрые слова. В то же время бывает даже и критикуют, скажем, раздается критика в адрес какого-то нашего самобытного художника, если что-то ему говорят, что вы еще дорастете, возможно, и ваша работа, ваш этот этюд станет, наверное, потом, может быть, основой вашей картины, ну и так далее. Много работаем с художниками, нам очень нравится вот эта аудитория, они очень своеобразные люди, очень творческие, очень разноплановые. Ну и помимо этого, мне кажется, еще очень хорошая возможность есть у вас показать новгородцам работы там художников Валдайского района, конечно, конечно, Демянского, не важно, районов у нас много, так что... В наших районных выставках всегда вот есть срез, мы всегда берем, конечно, выставки, картины художников, которые работают в тех или иных районах. Но я очень надеюсь, что сейчас вот на выставке Акуловка, территория творчества обязательно будут картины. Давайте последние 20 секунд, скажем еще раз, когда она откроется, 19-го, да? 19-го, да, выставка Акуловка, территория творчества, а 20-го выставка 30-летия студии лаковой миниатюры Дворца культуры города. Хорошо, ну что ж, дорогие друзья, поблагодарим нашу гостю и спасибо большое Алексею Миксеевне, спасибо большое вам за внимание к нашей программе. Оставайтесь с программой «Диалог». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok